Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Сегодня хочу с вами поделиться одним из самых простых рецептов шоколадного бисквита. Проще рецепт, наверное, найти будет очень-очень сложно. Всегда вот именно нужно иметь под рукой такой рецепт, который у вас в 100% случаев, он всегда у вас удавался именно на 100%, чтобы не было никаких вот именно таких оплошностей. Вот этот рецепт как раз таки из той категории. Нам потребуется 6 яиц, 6 столовых ложек сахара и 6 столовых ложек муки. То есть на каждое яйцо у нас выходит по 1 столовой ложке сахара и 1 столовой ложке муки. Все очень просто. Не нужно ничего измерять в граммах. Вот буквально-таки ложка отмерил и готово. А автор этого рецепта Ольга Матвей. У нее есть свой канал на ютубе. Называется Ольга Матвей. Готовить просто. Там у нее очень-очень много вкусных рецептов и простых как раз таки приготовлений. Справиться может буквально-таки каждый с этими рецептами. Есть какие-то рецепты, конечно, и посложнее, где нужно время и терпение. Такие вот есть сложные у нее достаточно рецепты. И вот этот как раз таки бисквит. Теперь палочка-выручалочка всегда вот его выпекаем. Можно его, конечно, как-то вот немножечко разнообразить. То есть мы же все меняем рецепты. То есть что-то можем добавить. Каждый кулинар что-то от себя вот именно привносит в этот рецепт и немножечко его модернизирует. То есть можно орехи добавлять, можно добавлять также... Что же еще можно добавить? Шоколад. Шоколад можно добавить. Ну и то есть рецепт немножечко... И даже я уже его немножко модернизировал. Также одной из изюминок канала Ольги Матвея является то, что каждый год именно перед Новым Годом у нее выходит новогоднее меню. То есть что можно приготовить на Новый Год. Есть также серия видео у нее пасхального меню. То есть что-то можно приготовить новенькое и на Пасху. Но именно самое, наверное, то, что мы ждем, это, конечно же, предновогоднее меню, где есть и первое блюдо, и второе десерты, и различные салаты. В прошлом году мы готовили салат «Русская красавица» по ее рецепту. Замечательный просто салат получился. Просто, быстро, я считаю, и даже очень даже доступно. Там картошка, морковка, грибы, вроде бы яйца и сыр. Если я чего-то не путаю, вообще надо пересмотреть. Также есть и тортики, конечно. Это основной, наверное, ее конек, потому что тортики просто шикарные. В прошлом году был такой вот торт прямоугольный. Несколько вкусов там было в этом тортике. Очень вкусно. Ну, конечно, нужно с ним повозиться, потрудиться, чтобы его приготовить. По ее рецепту, теперь вот именно по вот этому, немножко модернизированному под себя, каждый год выпекаем мы новогодний торт. В прошлом году это был у нас торт двухъярусный, то есть один ярус и второй ярус. Бисквит был и белый, и вот такой вот шоколадный. Позапрошлым году просто был то, что такой вот высокий, наверное, килограмма три или четыре. То есть каждый Новый год обязательно вот такую, ну как без новогоднего торта, входить в Новый год обязательно нужно приготовить какой-то вот именно такой вкусный десерт. Там первого, второго, третьего, я не знаю, в любой из праздничных дней, недели, вот именно праздничные, обязательно этот торт уйдет просто на ура. Поэтому будем готовить вот этот рецепт, то есть даже точнее я расскажу именно вот рецепт. Вот этот вот, который у Ольги. Там идет у нас 6 яиц, 6 столовых ложек сахара, 6 столовых ложек муки, 2 столовых ложки или 3 какао, лучше брать 2, потому что 3 это все-таки многовато. Именно 2 столовых ложки какао, так, и разрыхлитель. Можно печь с разрыхлителем, тогда он поднимется где-то на сантиметр больше. Можно печь без разрыхлителя, потому что это у нас бисквит, он поднимется, Но именно подъем будет не такой большой, на сантиметр, где-то на 8 миллиметров меньше. Поэтому лучше, все-таки, если вам нужен обязательно такой пышный бисквит, лучше печь с разжихлителем. Ну и в принципе-то ваниль у нее еще шла по рецепту, но я считаю, шоколадный можно добавлять, можно не добавлять ваниль, поэтому это уже как по желанию. Также хочется заметить и тот факт, что кроме именно рецептов на канале Ольги Матвей, и самое, наверное, главное, то, что сам человек очень добрый, именно располагает к себе, умеет удержать свою аудиторию. Кто-то там ей писал, что слишком много она разговаривает, тут именно видео становятся очень длинными и слишком много она болтает. Но я считаю, что наоборот это очень-очень интересно, когда человек может именно вот так вот разговаривать, и все это по делу, все интересно, все вот именно увязано одно за одним, то есть не просто какая-то пустая болтовня, а все именно по делу, касается именно рецепта, приготовления, каких-то фишек, каких-то особенностей. То есть как человек она просто замечательная, позитивная. Некоторые именно слова, так как она живет на Украине или в Украине, как правильно говорить, я точно не знаю, но, наверное, на Украине. Вот именно их слова, я уже какие-то слова запоминаю. Вот именно наш бисквит, он должен быть пухким, то есть таким вот воздушным, очень таким пористым, вкусным бисквитом. Поэтому замечательный канал, всем советую обязательно зайти, и что-то именно для себя вы обязательно найдете, какой-то рецепт, какое-то блюдо, это 100%. И, может быть, вам понравится этот канал, вы будете заходить на него очень-очень часто, потому что Оля, молодец, очень хорошее видео, очень хорошие рецепты, и как человек замечательно, и это самое главное. Ну, и, наверное, будем сейчас готовить именно данный рецепт. Я покажу его вот именно с немножко своими нововведениями, то есть ниже оставлю ссылку на Ольги на видео, можете посмотреть его, там вот именно база, базовый такой рецепт, а я именно расскажу свой рецепт, который теперь я и уготовлю, и мне очень-очень нравится. Поэтому давайте будем выпекать наш шоколадный бисквит. Итак, приступаем к приготовлению нашего шоколадного бисквита. Нам потребуется 6 яиц, также берем 2 столовых ложки какао, 6 столовых ложек муки просеяли, также 6 столовых ложек сахара, и нам потребуется 1 чайная ложка разрыхлителя, и 1 чайная ложка здесь крахмал, обычный картофельный крахмал добавляю, и еще мы добавим немножко алкоголя, совсем-совсем, наверное, чайную ложку, это может быть водка, может быть коньяк, или же нет-то из того и другого, то пойдет и обычное вино. Немножко добавляем такого алкоголя, именно он нам помогает еще как бы более разрыхлить наше тесто. Отделяем желтки от белков, и в белки, и в желтки добавляем по щепотке соли. Добавили соль, и сейчас будем взбивать белки на сначала медленной скорости, а затем увеличим до максимального. Взбили белки с солью, и теперь добавляем сахар. На 6 белков у нас идет 4 столовых ложки сахара. Так, ну вот, взбили наши белки с сахаром до устойчивых пиков. И теперь, таким же образом, сперва без сахара взбиваем наши желтки. Ну вот, наши желтки немножко так вот побелели, и теперь добавляем сахар. 2 столовых ложки. Ну вот, взбили наши желтки именно до полного, их практически загустения. Вот такие вот они стали густые. И сейчас приступаем на приготовление сухой смеси. То есть, в муку нашу, вот она, 6 столовых ложек, добавляем сюда 2 столовых ложки какао. Также добавим сюда по 1 чайной ложке крахмала и 1 чайной ложке разрыхлителя теста. И вот эту вот нашу получившуюся смесь мы хорошенечко перемешиваем. Ну вот, все хорошенько смешали. И что касается крахмала, он придает нашему бисквиту именно дополнительную упругость. То есть, бисквит у нас будет более упругим. И теперь вот смешиваем наши желтки с белками. Аккуратно, все вот такими вот движениями. Получается, снизу вверх. Все аккуратненько. Вот это мы перемешаем. Используйте либо деревянную лопатку, либо силиконную, потому что железное, оно, скорее всего, будет белки, вот именно они оседать. Тесто будет не таким воздушным. И затем уже, когда перемешаем, будем дополнять вот эту вот нашу мучную смесь. Не старайтесь слишком прям уж так вот соединить белки с желтками. Потом, когда мы будем добавлять муку, вот именно смесь вот эту, оно у нас все соединится. И сейчас вот добавляем еще где-то одну или полторы чайных ложки алкоголя. Может быть, это коньяк, может быть, водка. В моем случае это вино. Потому что нет ни того, ни другого. Поэтому вино тоже нам подойдет. И все, опять же таки, хорошенько перемешиваем. До того, как мы начинаем вмешивать именно, добавлять муку, уже сейчас включаем духовку и ее разогреваем. Можем разогревать ее на 180, либо на 160-170 градусов. То есть в зависимости, как у вас печет духовка. Если на 160, то просто будете выпекать не 25 минут, например, или 20, а 30 минут. Я буду выпекать на 160 градусов где-то около 30 минут. И просеиваем нашу мучную смесь частями. То есть первую часть вот просеиваем, сейчас перемешаем. И потом остатки все высыпем и тоже все аккуратненько перемешаем. Итак, все хорошенько перемешали. Все у нас соединилось. Белки у нас с желтками, точнее тесто наше не опало. И теперь мы перекладываем все в форму. Застилаем низ пергаментом, бока ни в коем случае не смазываем ничем. Нет пергамента, смазываем маслом только низ бока, чтобы вот именно наше тесто оно в процессе подъема цеплялось за краешки и хорошо именно поднималось. Поэтому сейчас все вот это тесто мы переложим в нашу разъемную форму. Эта форма 24 сантиметра в диаметре. Ну вот, переложили наше тесто в форму. И теперь вот так вот немножечко ее потрясем, чтобы тесто у нас вот так вот оно распределилось по всей форме. И ставим в духовку выпекаться. Я буду выпекать на 160 градусов 30-35 минут. Ну вот, прошло чуть больше, наверное, 15 минут. Вот так вот наш бисквит уже поднялся. Так вот, уже выше формы. И сейчас будем его выпекать до готовности. Немножко он должен подрумяниться и будет таким вот, как бы, отдавать блеском. Тоже он начинает поблескивать. Ну вот, прошло 35 минут. Наш бисквит готов. И можем его доставать из духовки. Вот такой вот получился бисквит. И сейчас ему нужно дать остыть около трех или лучше пяти часов. Чтобы у нас он остыл. И тогда можно приступать к приготовлению торта. Ну вот, наш бисквит постоял часа три. Хорошенько остыл. И сейчас мы проходимся по краю формы ножом. Чтобы отделить тесто от стенки формы. Ну вот, такой вот у нас получился бисквит. Достаточно хорошо он поднялся. При этом, видите, он сохраняет такую вот упругость. И аромат стоит очень-очень такой шоколадный, вкусный. Можно смело разрезать на коржи и формировать торт. Но всем тем, кому данное видео было полезным, рецепт пригодился или понравился, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости и пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok